Вы слушаете Радио России Дагестан. Уважаемые радиослушатели, уважаемые дагестанцы, я вас всех приветствую. Исхан Магомедович, сегодня в вашей жизни все сложилось, но начало было не из легких. Сын врага народа, это клеймо было и в вашей биографии. Сегодня это история, и это уже в прошлом, но понимаю, что вам пришлось быть сильным, чтобы состояться как личность. И давайте начнем со знакомства. Я родился в селе Ахли в Девашинском районе, в республике Дагестан. Наша семья была большая, мои родители чистокровные у Ждени. Всего у нас было семь братьев. Я был последний сын у матери, я был любимый ребенок у матери. Второй брат в раннем возрасте погиб. Родители мои были неграмотными людьми по современным понятиям. Отец изучил арабский язык, изучил Коран, учился в Гиргейбовском районе несколько месяцев. У нас дома были несколько книг на арабском языке, в том числе Коран. Мат не имела никакого образования, читать писать не могла. По-русски писать отец тоже не мог, только на арабском языке еле-еле писал. Нормальное письмо писать отец не мог. Мои родители никогда не знали, чем я занимаюсь. Никогда не были в школе, никогда не интересовались моей учебой. С одной стороны, видимо, неинтересны, с другой стороны, они не могли понимать сущность моей научно-педагогической деятельности. Отец мой был организатором колхозного строя в Дагестане. Работал председателем целосовета, был первым председателем колхоза. Я женат, есть дочь и внук. Жена доктор биологической наук, профессор ЛГУ и СПВГУ. Дочь, кандидат юридической наук, занимается проектом Амаранта. Чем вы занимаетесь в настоящее время? В настоящее время занимаюсь подведением итогов своей научно-педагогической деятельности. Мне уже 80 лет. Хочу оставить будущим моим потомкам информацию, о чем я занимался. Исхан Магомеда всегда мечтал выбрать профессию, которая бы приносила пользу обществу. Одной из таких профессий, несомненно, является профессия биолога, которая изучает все, что связано с живыми организмами на нашей планете. От профессионализма биолога во многом зависит наше здоровье, развитие и будущее. Поэтому неудивительно, что профессия биолога вполне оправданно сегодня занимает второе в мире место по популярности. Исхан Магомедович, расскажите о вашей профессии. Я биолог, физиолог, биохимик растений. Я изучал, как протекают процессы поглощения света растениям и образования органических веществ. Что повлияло на выбор профессии? Почему именно биолог? Я стал биологом по совету старшего брата Магомеда, участника войны. А сам я хотел поступить на физмат. Это было в далеком 1955 году. Брат говорил, что выпускник факультета естествознания может работать или учителем, или работником сельского хозяйства. Документы мои отвез брат в Дагестанский педагогический институт имени Сулеймана Сальского. И он виздал мои документы на факультет естествознания. Я только поехал на экзамены. Поскольку отец был репрессированный по ложному доносу от насречен и наказан за якобы антисоветскую пропаганду, я как сын врага народа фактически не мог поступить в ВУЗ. После реабилитации отца только через год меня приняли в педагогический институт. А когда начала проявляться ваша тяга к биологии? Тяга к растениям проявлялась у меня с детства. Я выращивал различные растения подсолнечных топинамбур. Пытался вырастить из косточек абрикосов и семян яблок саженцы. Профессия биолога считалась не очень востребованной. Однако сегодня интерес к биологии существенно вырос. 21 век – это век биологии медицины. Биология сделает революцию в разработке искусственной фотосинтези, создание искусственного генома, будет разработана генетерапия и думаю, что будет создана новая форма жизни, которой до сих пор нет на нашей планете. Назовите, пожалуйста, преимущества и недостатки вашей профессии. Биология – это наука о жизни, и исследователи ее находятся на передовом рубеже науки. Кроме того, биология является теоретически основой медицины сельского хозяйства. К сожалению, государство слабо финансирует ее развитие, даже в отличие от медицины и сельского хозяйства. Исхан Магомедов – ученый мирового уровня, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки и образования Российской Федерации, основатель научной школы и первый президент Европейской ассоциации «Амарант», обладатель почетного звания «Заслуженный деятель науки» Республики Дагестан. Исхан Магомедов подготовил 7 кандидатов наук, автор более 130 работ по различным вопросам физиологии и биохимии растений, имеет 4 авторских свидетельств на изобретении. Назовите основные ступени Вашей профессиональной лестницы. В 1955-1956 годах работал учителем Ахлинской начальной школы. В 1961-1963 годах работал учителем Ахлинской 8-летней школы. Кстати, я был в этой школе первым учителем с дипломом высшего образования. В 1963-1966 годах аспирант Ленинградского государственного университета имени Жданова. С 1966 года по 1974 год младший научный сотрудник, а с 1974 по 2006 год руководил лабораторией фотосинтеза Ленинградского государственного университета В 1983 году защитил докторскую диссертацию. С 2006 года по 2009 год профессор кафель-физиологии биохимии растений ЛГУ. Работал в Европе, Америке, Африке, Азии. Читал лекции на 4 языках Организации Объединенных Наций. Русский, английский, французский и испанский. Сотрудничал с Институтом Академии Наук СССР, с университетом СССР, Кубы, Венгрии, Германии, Польши. Вы изучили 9 языков, разговариваете на 8, читали лекции на 4 языках ООН. Как же вам удалось обладать всеми этими языками? Дочь училась в школе, где иностранными были испанские и английские языки. С 1 по 10 класс был членом родительства комитета школы. В школе был ликвид для родителей, что помогло мне обладать этими языками и позднее читать на них лекции. Вы много путешествовали, полагаю, в основном для науки. Ваша самая впечатляющая поездка? С посещением таких стран Дании, Египет, Йемен, Сельсейские острова, Маврики, Сингапур, Вьетнам. Очень интересной работой была также на Кубе по повышению продуктивности сахарного тростника и чтением лекций университета Ориенти Сантьяго де Куба. Ваше самое большое достижение? Результаты моих теоретически фундаментальных исследований нашли практические применения для получения функциональных продуктов питания, лекарственных веществ и кормов для животных из уникального растения амаран. Я в своей научной работе исследовал механизм фотосинтеза именно этого растения и обнаружил его особые свойства – накопление качественных белка и жиров. Провалы, они случались в Вашей жизни? Научного провала у меня не было. Вы автор книги «Первый фотосинтетик Дагестана». Расскажите нам, о чем эта книга. Это книга, с составлением которой я сейчас занимаюсь, о моей научной деятельности. В первом разделе «Моя биография» основной часть посвящена освещению сути моих научных статей по фотосинтезу. Был ли в Вашей жизни человек, у которого Вы многому научились? Я работал в всего интеллектуальном коллективе среди ученых, и это повлияло на мое становление и развитие. А так отдельного наставника не было. Исхан Магомедович, давайте вернемся к амаранту, о которой загадочно умалчивают фармакологи. Сегодня много исследовательских институтов по всему миру занимаются возрождением этой культуры. Вы же давно занимаетесь изучением и внедрением амаранта в сельское хозяйство. Почему именно амарант? Амарант был объектом моих исследований углеродным метаболизмом растений, неодушным кукурузой с сахарным тростником. Оказалось, в амаранте больше белка, чем в лаковых культурах, и белок по составу более сбалансированы. Поэтому я и предложил эту культуру в качестве источника качественных кормов, поскольку в кормовых растениях, выращиваемых в Советском Союзе, именно белок был в дефиците. А зарубежные компании предлагали сотрудничать? Да, американский миллиардер Роберт Родил, который много сделал для интродукцирования амаранта в мире в связи с проблемой голода. Он помог мне и защитить амарант в нашей стране. Это было в 1990 году. Он приглашал меня в этот институт амаранта США. Я у них там был, но я отказался. Европейские ученые избрали меня в 1992 году. Первым президентом Европейской ассоциации амарант. Офис был в городе Оламут в Чехии. Предлагали приехать. Почему не согласились? Моя семья отказалась. Да, я и сам считал, что надо в своей стране работать. Все-таки я патриот, несмотря на то, что пострадал от местных советских властей. Свои знания получил на родине, и их использовать следует тоже на родине. К сожалению, не все ученые так патриотичны. После развала СССР произошла массовая утечка умов из страны. Как вы думаете, что способствовало этому? В нашей стране звание ученого в значительной степени девальвировано. Нет условий для роста и занятия в высокой позиции в науке. Нет также достаточного финансирования. Поэтому и уезжают. Исхан Магомедович, нам известно, что вы представили главе Дагестана три инвестпроекта. Расскажите нам о них, и, надеюсь, они сейчас в активной реализации. Я предложил руководству Республики Дагестан инвестиционные проекты. Производство качественных кормов, производство функциональных продуктов питания, экологические проекты для восстановления плодородия почв на севере Дагестана. Дагестан изучали мои предложения, и, наконец, Дагестанский аграрный научный центр дал положительное заключение. И члены моей команды вместе с структурами правительства Республики должны организационно решить формат работы с амарантом в Дагестане. В реально настоящее время мы, общество ограничено ответственностью, хотим организовать выпуск школьного питания для детей Российской Федерации. Считаю, что каждый школьник должен получить сбалансирование количества аминокислот для полноценного развития. Поэтому компонентом школьного питания должны быть продукты с содержанием амаранта, то есть имеется в виду белка амаранта. Мы предлагаем организовать производство казинака амаранта, булочки с амарантом и йогурт на базе амаранта. Эти компоненты будут способствовать полноценному питанию школьников, чтобы школьники могли быть конкурентоспособными для развития нашего общества. Вы сейчас пишете книгу «Король Амаранта». Проанонсируйте ее, пожалуйста. Эти книги я рассказываю о культуре амаранта, почему амаранта станет культурой 21 века и какие имеет он преимущества перед другими растениями. Почти написал, надо отшлифовать книгу. Исхан Магомедович, в Дагестане глубоко укоренились близкородственные браки. С точки зрения генетики это хорошо или плохо? С этим надо покончить, потому что возникают генетические мутации, которые приводят к неизлечимым болезням. Возможно, в будущем при доступности к геномной терапии можно будет этот процесс регулировать. Изменения генома человека? А как это повлияет на мир? Будут созданы центры генетерапии. Можно будет лечить труднолечимыми болезнями. Продолжительность жизни увеличится настолько, насколько на это будет способна генетическая программа. На основе искусственного фотосинтеза с помощью специальных чипов человек сможет сам в будущем поглощать солнечный свет и регулировать свои питания. Будут решены также проблемы энергетики. За счет искусственного фотосинтеза, в ходе которого выделяется вода от вечного источника энергии. Думаю, наш вид «Человек разумный» проиграет новому виду, который формируется уже сегодня. Кибер-человек – это симбиоз искусственного интеллекта и человека. Это фантастика, но наше далекое будущее. Что бы вы лично хотели изменить в самом человеке? Я бы изменил генетическую код человека, но пока это невозможно. Почему? Наука еще не раскрыла все механизмы регулированной генной системы. Еще нужны большие деньги, так как эти исследования очень дорогие. Только богатые страны могут затратить средства на подобные работы. Существуют еще этические проблемы, проблемы безопасности. Редактировать или не редактировать геном человека – этой теме мне хотелось бы посвятить отдельное интервью с вами. Ну а сейчас хотелось бы поговорить об образовании, о бездержках которого можно говорить бесконечно. В чем вы видите основные проблемы образования в республике? В Дагестане очень низок авторитет знаний. Люди стали малограмотными. Конечно, не все. Купленными дипломами достижения науки и техники не добиться. Молодежь уже становится неконкурентоспособной. В Дагестане нет ни одного опорного вуза. Уж не говоря об исследовательских университетах. В Дагестане следует иметь максимум три вуза, и два из них должны быть опорными вузами в своем округе. ДГУ должен стать исследовательским университетом. Тогда будет реальный конкурс и для профессионального преподавательского состава. На работу надо брать специалистов высокой квалификации, а не по указанию главы рода. В чем вы видите плюсы и минусы ЕГЭ? Единственным плюсом считаем, что при наличии знаний любой ученик может поступить в вуз Российской Федерации. Необходимо уголовно преследовать всех за взятки при сдаче ЕГЭ. Надо вернуться к советской системе образования, которая готовила не потребителей, а созидателей. Ваш девиз по жизни? Знание богатства. Надо учиться у евреев воспитывать детей. Те должны иметь лучшее знание по всем вопросам. Исхан Магомедович, Вы в совершенстве владеете родным аварским языком. Как сохранить языки и уникальные диалекты Дагестана? Последние три года я постоянно общаюсь по скапе с интересными жителям Дагестана и восстановил свой язык. Для сохранения родных языков надо, чтобы жители могли находиться там, где они компактно проживали, и создать им нормальные условия для жизни. Для этого надо развивать аулы, создать рабочие места, развивать сельское хозяйство в горах, развивать органические земледелия, террасные земледелия, экотуризм, наладить производство запчастей для заводов и фабрик, как это было организовано в советское время. Если человек владеет несколькими языками, то этот гражданин будет конкурентоспособным, будет востребован. Судьба языков малых народов незавидная. Но руководители, государственники должны думать о развитии аулов в горах, причем приоритетно. Если будут созданы хорошие условия для проживания в горах, работы, медицины, образования, культуры, люди там останутся и будут сохранены языки и свои традиции. Следовало бы иметь национальный проект развития горных районов Дагестана, найти хорошее финансирование, развивать инфраструктуру, а не воровать проспечатать на всех уровнях. На встрече Петербурга Василий Владимирович сказал, в Дагестане татарная коррупция везде и на всех уровнях. Воруют деньги, даже выделенные для лекарств, для питания школьников и детей в детских садах. Совесть потеряли эти чиновники. Вы встречались с руководителями Дагестана, начиная с Даниилова. Кто произвел на вас самое лучшее впечатление? Больше всего на меня произвел впечатление Авдур Ахман Даниилов. Это был государственник союзного масштаба, скромный и знающий руководитель. Он болел за Дагестан, готовил кадры и был обеспокоен отсутствием научных работников среди точных наушек. Меня приглашал на работу директором института Дагфуриала Академии наук СССР. Это была личность без культа. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать глава нашей республики? Авторитетный, умный, порядочный, брезгливый к подхалимам и государственник, и антикоупционер. Каких людей не хватает Дагестану? Талантливых и компетентных кадров, думающих о народе, а не только о своем тухоме. Честная элита должна все благо делать для всего народа. А с президентом страны знакомы? Я был знаком с президентом еще в те времена, когда он работал помощником проекта ЛГУ по международным делам. Я в то время вернулся с командирок на Кубу. У нас состоялась беседа о сотрудничестве между университетом Куба и ЛГУ. После его вступления на должность президента встречались с ним? Нет. В настоящее время я советую ему обратить внимание на недопустимость колоссального расслояния в обществе. Необходимо большинству народа обеспечить достойную жизнь. Исхан Магомедович, каким Вы представляете будущее Дагестана? Вижу огромные возможности для развития Дагестана. Есть море, земля и горы. Только нужно их эффективнее использовать. Главное богатство – трудолюбовый народ. Для молодежи найти место для реализации планов авторитет знаний на первом месте. Судя по тому, что Вы болеете душой за Дагестан, Вы истинный патриот. Но почему так редко приезжаете в Дагестан? Вы уже 20 лет не были на малой родине. По семейным обстоятельствам и по болезням. Сколько лет Вы проживаете за пределами Дагестана? 56 лет я в Ленинграде, Петербурге. Хотели бы вернуться в Дагестан? Нет. А почему? Все знакомые из аула, с которым я мог бы обещать, умерли. Вы когда-нибудь жалели, что уехали из Дагестана? Никогда. И даже не скучаете по Дагестану? Нет. Может, просто привыкли? Я мышлю научными категориями, у меня другой менталитет. Исхан Магомедович, что заставляет дагестанцев и зачастую выдающихся дагестанцев покидать родные места? Думаю, отсутствие работы и перспективы роста для занятий высокой позиции общества. Я уехал учиться и стать специалистом высокого уровня. В Дагестане не было таких возможностей. Я не мог работать по своей специальности. Другая причина – отсутствие элементарной справедливости общества. Право тот, кто имеет деньги. Одни и те же лица в власти, других не пускают. Элита сформирована по Тухумам и туда вверх чужим из другого рода доступа нет. Почему отец и сын должны быть руководителем Дагестана? Наследственная передача власти, что ли? Надо формировать новую дагестанскую элиту, чтобы эта элита работала на Дагестан и на всех жителей республики. Надо создать элементарные условия для проживания и развития. Тогда и приедут. Исхар Магомедович, проблема молодежи сегодня одна из основных, ведь за ней будущее. Плюсы и минусы сегодняшней молодежи. У молодежи есть все условия для развития. Получи образование, изучай языки, и ты сможешь претендовать на высокую позицию. Нельзя развращать молодых людей легкими деньгами. Добивание легких денег стало приоритетным для некоторой части молодежи. Это ошибка, и нужно посоветовать молодежи учиться и жить своим трудом. Чувствуете ли вы пропасть между поколениями, и чем, на ваш взгляд, нынешнее поколение отличается от вашего? Мы хотели получить образование и иметь знания, когда легких денег не было. Разница образа жизни ученевников и народа не была столь разительна, как сейчас. Вы не поверите, а я свидетель. Дочь первого секретаря Ленин обкома КПСС училась на нашей кафедре. Она приезжала на учебу на трамвае и ничем не отличалась от других студентов. Одежда, питание. А как сейчас? Вы лучше знаете, чем я. Возлагаете ли вы какие-нибудь надежды на сегодняшнюю молодежь? Хотя бы минимальная социальная справедливость должна быть восстановлена. Я уверен, будущее за знаниями. Сегодня среди молодежи есть серьезные проблемы в становлении духовного мира. Вы с этим согласны? Мой внук интересуется политикой, а я говорю, читай классику, учи несколько языков, заканчивай вуз. Он учится в высшей школе экономики, а потом политикой займись. Согласна с вами. А ваш любимый классик? Пожалуй, Антон Павлович Чехов. А книга? Мой Дагестан Расула Гамзатова. Какие исторические личности наиболее интересны вам? Декабристы. Они восстали против царизма и думали о народе, хотя сами были состоятельными людьми. Исхар Магомедович, какое напутствие вы можете дать молодым людям, которые находятся в поисках своего призвания? Молодежи желают быть многосторонними развитиями и высокообразованными сознаниями нескольких языков. Во второй половине 21 века будут востребованы специалисты универсальной высокой компетенции и знаниями. Исхар Магомедович, сталинские репрессии коснулись и вашей семьи. Я сын врага народа. Сам испытал на себе все санкции местной власти. Клеймо сына врага народа сильно угнетало. Мешало вам жить? Мне было обидно, что меня обзывают синим врага народом. И мне нельзя было ходить искать остатки картофеля и украсть шнапу горохом. А моим ровесникам можно было, и к ним исполнителям и сельсоветам не приходил. Однажды, когда к нам в дом пришел исполнитель за штрафом, которым мог быть любой домашний инвентарь, необходимый биту, мы с братом его избили. К счастью, свидетелей не было, поэтому нас не удалось наказать. После этого этот исполнитель больше к нам не приходил. Расскажите, как ваша семья пережила эти времена. Кого вы вините в этом? Сталина, доносчиков? В стране была создана система доносительства. Думаю, Сталина можно оценить двояко. Были репрессии и были предатели тоже. А в целом одержана победа над врагом под его руководством. Но местные власти могли снизить уровень преследования граждан. А реально, свои местные завистники воспользовались политическим климатом для сведения счетов с односельчанами. На местном уровне главные виновники руководители АУЛА. В 1937 году, когда в стране был большой террор, отец был снять должность председателя колхоза, но не был арестован. А в 1945 году, по доносу односельчана, стукачей КГБ, лежа свидетелей, был арестован и обвинен по статье 38, часть 10, часть 2, антисоветская пропаганда. Якобы он вел антисоветскую деятельность на подрыв советского строя. На самом деле, ничего этого не было. Завистники, местные жители, руководители АУЛА в то время организовали этот процесс. По этому вопросу, мой старший брат был на приеме у первого госсекретаря ЦК Комсомола СССР. Все равно отец был репрессирован и в 1952 году вернулся из тюрьмы. Отец занимался благотворительной деятельностью. В нашем АУЛе, в конце одной части АУЛА, был источник воды, чтобы люди, женщины туда ходили с куфинами и приносили домой воду. Мой отец, когда вернулся из заключения, за свой счет провел водопровод в другую часть АУЛА. Благодаря его деятельности, в АУЛе были два источника воды. Когда отец умер, я приехал в АУЛ, я нашел его документы. Это был 1971 год. Когда главный источник АУЛА вышел из строя, нужны были средства для ремонта. Так вот, мой отец дал 1500 рублей, как бы взаимообразно колхозу для ремонта этого источника. Мой отец за свой счет ремонтировал и восстановил дорогу из АУЛ АХЛИ в АУЛ АПШИ. Он говорил мне, что самое хорошее в жизни человек, который должен делать, это ремонтировать источники, ремонтировать дороги, сделать людям пользу. Ему предлагали стать членом КПСССР, стать большевиком. Он отказался, так как в уставе партии было написано, что наниматься религией, исламом нельзя. И он говорит, я религиозный человек, и я не могу быть двурушником. Хотя в селении АХЛИ, многие так называемые деятели АХЛИ, я скажем так, директора школы, председатель СССР, председатель колхоза и другие работники советской власти, они были членами КПСС и соблюдали все правила ислама. А так называемые стукачи, кого они представляли и какие цели преследовали? Это простые колхозники. Ими управляли руководители АУЛа. Но среди них оказался один порядочный честный человек, иначе отца приговорили к расстрелу или 15 годам заключения. Этого человека зовут Султанбеку Мирзам, который на суде опровергал заявления стукача и так называемых свидетелей. Сейчас АУЛе хозяевом являются наследники доносчиков и информаторов КГБ. Мне не дают формальную бумагу на разрешение установить памятник жертвам политрепрессии АУЛе. Получается, в те годы главный удар наносился по интеллектуальному слою населения? Как наиболее развитие с условиями общества, они могли не одобрять действия местных властей. А кто такие Уздены? Это люди гордости, чести и достоинства. Слой людей высокого уровня порядочности, жители АУЛа с хорошим достатком, которые могли помогать слабым и больным. Возвращаясь к Сталину, как вы думаете, почему столь живуч культ личности Сталина? Он расширил территорию СССР, создал атомную бомбу. Каждый год 1 марта было снижение цен. Он сам не оставил никакого наследства детям, скромно жил. Не было большой разницы между различными слоями общества. Чиновников воровали меньше. Исхан Магомедович, оглядываясь назад, вы верите, что справедливость восторжествует? Нет. Генетика человека очень близко к животному. Эволюционно мы близки. Кто силен, тот хозяин. Справедливость возложена при диктатуре. А народ при такой системе власти жить не хочет. Запад мечтает о том, чтобы ресурсы планеты были направлены для поддержания высокого уровня жизни золотого миллиарда. Остальному народу планеты уготовлена судьба нищенского существования. Такая же тенденция наблюдается и для нашей страны. Вы как-то сказали, что в Дагестане надо формировать национальность дагестанец. Зачем это нужно? В историческом Дагестане живет много народностей. Всех объединяет религия, территория, но языки разные. Поэтому и никто не хочет, чтобы один из языков был общим. Всех объединяет русский язык. И на этой базе логично будет формирование национальности дагестанец. Надо еще создать новую элиту дагестанцев. Новые чиновники должны работать на Дагестан. Они на свои тухомы. Чиновниками должны становиться те, которые реально могут служить Дагестану. Эпидемия воровства и взаточничества надо истребить. Образованные, знающие специалисты должны быть достойными. Разработчики и производители должны быть лучше, чем потребители. Исхар Магомедович, расскажите о вашем самом лучшем воспоминании из детства. Дружба с детьми моего возраста. Многие соседи мне, как сына врага народа, не давали даже угольки, чтобы за детьми огоносы в этом спичек не было. А мои друзья выучали меня. Вспоминаю, также вечера, когда мы с друзьями сидели на котикане и рассказывали друг другу различные истории. Исхар Магомедович, нам пора прощаться. Благодарю вас за уделенное нам время. Мечта любого ученого – это увидеть результаты своих трудов. Я желаю вам удачи и отличных результатов. И желаю вам всем доброго здоровья, удачи в жизни. На этом наша передача подошла к концу. С вами были Устанат Магомедова и доктор биологических наук Король Амаранта Исхан Магомедов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин